В Новосибирской области 13-летнему вейперу оторвало пальцы электронной сигареты. По всей видимости, в устройстве взорвался аккумулятор, сообщает российская газета. У подростка, которого доставили в городскую больницу Берцка, было обезображено лицо, раздроблена кисть руки, на которой отсутствовали три пальца. И такие сообщения в последнее время встречаются все чаще. На балконе многоэтажки взорвался аккумулятор гироскутера. Компания Samsung, например, отзывает свой смартфон Note 7 из-за частых случаев воспламенения. Почему аккумуляторы современных устройств могут представлять серьезную опасность, знает Лидия Захарова. Дырка в сумке и небольшой ожог. Олеся считает, что легко отделалась. Перед долгим авиаперелетом она зарядила аккумуляторы для своего вейпа и положила в сумочку вместе с ключами. В аэропорту едва не начался пожар. Я так поняла, что произошло соединение ключей плюс-минус. У меня были ключи в сумке и монетки. И она начала нагреваться. У меня сумка на коленке, на ноге стояла. Я чувствую, что-то не так. И потом уже пошел дым, пар. Девушка успела среагировать и взрыва удалось избежать. А вот последствия ЧП с аккумулятором от гироскутера до сих пор не устранили. На балконе многоэтажки. Большая трещина. Вероятно, его придется демонтировать. Взрыв произошел на балконе на 14 этаже. По словам спасателя, он был довольно сильным. Никто не пострадал, однако существует угроза обрушения. И до сих пор там место под балконом, обгорожено лентами и металлическим забором. Специалисты предполагают, аккумулятор в устройстве, скорее всего, был некачественный. И советуют при покупке гироскутера снять корпус и убедиться, что внутри фирменная батарея. В случае со взрывом батареи на балконе, когда заряжали и забыли его выключить, вот именно под прямыми лучами, при зарядке батарея сама по себе нагревается. И плюс еще солнечные лучи, это привело к взрыву. Чтобы не пострадать, специалисты рекомендуют покупать аккумуляторы проверенных производителей. Фирма-производитель аккумулятора должен хоть как-то соотноситься с тем телефоном, где он применяется. А не так, что это нонеймовые, неизвестные аккумуляторы, в которых неизвестно, что находится. Так как оно намного дешевле, чем оригинальный, качество далеко не всегда гарантируется. На самом деле это большой риск. Впрочем, как выясняется, известный бренд тоже не гарантия безопасности. Так, крупнейший производитель электронной техники компания Samsung вынуждена отозвать с рынка свой флагманский смартфон. Зарегистрировано уже несколько случаев воспламенения и взрывов батареи. В России Galaxy Note 7 официально еще не продают. Тем не менее, все больше российских авиакомпаний рекомендуют пассажирам не перевозить телефон этой модели в багаже, не включать его во время полета и не заряжать на борту. Лидия Захарова, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск. Новости здесь, Новосибирск.